В Китае ввели награды за репорты на читеров World of Warcraft, итоги Six Inventational 2022, хакеры взломали Nvidia, сериал под Twisted Metal, инсайты по FIFA 23, чемпионат мира по StarCraft 2 в Катовице, отток сотрудников из Twitch и подборка косплея. Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Пока Blizzard ломает голову над тем, как бороться с читерами в своих играх, Tencent, издающая игры Blizzard на территории Китая, решила ввести специальные очки в качестве поощрения за репорты на проблемных игроков. Собрав достаточное количество этих очков, можно будет прикупить себе косметические предметы в магазине Battle.net. Система поощрения в китайском регионе работала уже достаточно давно. Примерно год назад Tencent решили издавать очки поощрения за покупку внутриигровых предметов в Battle.net. Одна потраченная иена равнялась одному очку. Ну а теперь издатель решил использовать все эти наработки, чтобы бороться с нарушителями. Если вы отправите репорт на какого-то пользователя и выяснится, что он действительно нарушал правила, использовал ботов или читы, то вам начислиться немного этих самых очков. При этом, если вы зарекомендуете себя надежным источником жалоб, то количество начисляемых баллов будет увеличиваться и ходят слухи, что вся эта система будет снабжена еще и каким-то подобием специальных памятных значков за репорты. Все заработанные таким образом значки можно будет потратить на косметические предметы в магазине Battle.net. Список будет меняться каждую неделю, но похоже, что в основном он будет состоять из различных маунтов и игрушек для WoW, включая достаточно редкие скинов и паков для Hearthstone. Прошел турнир Six Inventational 2022. Первоначальный призовой фонд ивента составлял 500 тысяч долларов, однако он продолжал пополняться за счет продаж внутриигрового Battle Pass и в итоге составил сумму больше 2 миллионов долларов. Турнир же оказался живым и непредсказуемым. Team One и Team BDS не смогли даже выйти из группы, а команды Empire и TSM, которые не являлись фаворитами, разыгрывали между собой молот. Главным минусом подобных турниров является дисбаланс в том, что обе Америки играют почти все свои игры в лан-формате, а у европейского региона подобной возможности нет. Отсюда, вероятно, и вытекает результат, что только одна европейская команда оказывается в топ-8. Итог такой. Первое место Team Solomit 1 миллион долларов, второе место Team Empire 450 тысяч долларов, третье место FaceClan 240 тысяч долларов. Полные результаты турнира на ваших экранах. Сериал по Twisted Metal выйдет на стриминг-сервисе Peacock. Ожидается несколько эпизодов по полчаса. Главную роль сыграет Энтони Маки, Сокол и Зимний солдат. И это должна быть комедия. Правильно понимаем? Эта адреналиновая комедийная серия находится в руках настоящих экспертов. Мы работаем с партнерами Sony Pictures Television, PlayStation Productions и Universal Television. Сериал станет отличным дополнением ассортимента Peacock. Цитата. Лиза Катц. Президент направления сценарного контента NBC Universal Television. Ресурс X-Fire подкидывает инфы по FIFA 2023 на уровне инсайтов. Значит, какие новшества обещают в новой части самого популярного футсима? Кроссплей между ПК PlayStation и Xbox. Электроники обновили технологию Hyper Motion Technology и теперь могут осуществлять захват движений футболистов прямо во время реальных матчей с помощью стадионных камер. Собственно, анимация должна стать более детализированной. Есть планы добавить в игру женские команды и лиги, а также чемпионат мира не только среди мужских, но и среди женских команд. А вообще, там, опять же, по слухам, корпоративные боссы поговаривают о том, что пора уже дропать бренд FIFA. Хакеры, взломавшие NVIDIA, требуют снять майнинговые ограничения с видеокарт. Пару дней назад NVIDIA подверглась хакерской атаке. Группировка Lapses объявила, что они добились админских прав и почти неделю выкачивали данные из серверов компании, заполучив в итоге 1 терабайт технической информации. Ну а теперь хакеры решили заняться шантажом, угрожая выложить все это добро в общий доступ, если NVIDIA не согласятся убрать ограничители производительности при майнинге на видеокартах линейки RTX 30. На данный момент злоумышленники уже выложили в сеть исходный код технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS. NVIDIA подтвердили, что часть данных похищена. EM World Championship в Катовице – это финальный ивент годичного цикла соревнований ESL Pro Tour, на котором определяется чемпион мира. Соответственно, игроки отбираются на данный турнир в течение года, набирая рейтинговые очки на различных турнирах. Часть квот уходит победителям особо крупных турниров. Что имеем? В финале встретились два представителя Европы – финский зерк Serral и итальянский зерк Reiner. После качельного Best of Seven победу одержал Serral и забрал чек на сумму 170 тысяч бакинских. Список призовых на ваших экранах. В последние годы Twitch все чаще стал руководствоваться финансовой выгодой при принятии решений, частенько игнорируя мнение комьюнити и стримеров. Похоже, что у такого подхода появились неприятные последствия. С прошлого года компанию покинули более 360 человек при общей численности в 1800, включая главного операционного директора, директора по контенту и еще нескольких ветеранов. Одной из главных причин недовольства работников Твича является тот факт, что компания растеряла связь со своей аудиторией. Многие ветераны Твича сами когда-то были частью стримингового комьюнити и всегда отдавали приоритет пожеланиям пользователей. Тем не менее, в последние годы компания пошла по пути кремниевой долины и начала стремительно расширяться, нанимая людей из Фейсбука и Твиттера, которые ничего не понимали в играх и не пытались вникать в специфику работы комьюнити. Из-за этого акцент сместился на повальную монетизацию стримеров без учета их пожеланий и запросов, что оттолкнуло многих преданных фанатов и сотрудников. В попытках заработать как можно больше денег руководство Твича частенько игнорировало критику и предупреждение со стороны обычных работников компании и им запрещалось высказывать свое мнение по спорным вопросам. Здесь же стоит отметить, что компания похоже решила взять курс на мейнстрим-аудиторию, при этом какой-то внятной стратегии дальнейшего развития пока нет. В совокупности все это привело к ситуации, когда множество сотрудников компании перестало верить в будущее платформы и вполне вероятно, что отток кадров будет продолжаться и дальше. Что же до Твича, то их официальная позиция была достаточно проста. Мнение стримеров все еще учитывается при принятии решения, а найм сотрудников из других сфер должен помочь диверсификации мнений внутри компании. На десерт мы оставили вам подборку еженедельной рубрики игрового косплея. В комментариях напишите, какой из персонажей вам понравился больше. А у нас на этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok